В нашей команде довольно много ребят, которые на постоянной основе сотрудничают с различными благотворительными фондами. И периодически они проводили в офисах маленькие акции по сбору вещей или пожертвования. Мы задались вопросом, что будет, если большая компания поможет этим маленьким активностям. И решили организовать конкурс благотворительных грантов для сотрудников Playrix. В течение нескольких месяцев сотрудники могли запросить финансовую поддержку для тех проектов, благодаря организации, в которых они так или иначе участвуют. Мы получили около 30 проектов на грант, и жюри было довольно сложно отобрать победителей. Но в итоге мы выбрали 10 совершенно разных проектов, которые получили гранты в размере 4 тысяч долларов или 250 тысяч рублей в зависимости от региона. Несколько лет назад я стала больничным клоуном. Клоуны-волонтеры приходят в больницу с мини-представлением. В основном наши представления — это импровизация, мини-игры со взрослыми и с детьми. Образ клоуна — это красный нос. Костюмы, в основном мы их собираем с того, что найдем дома, или старые костюмы, и мы их немножко подлатаем. Поэтому такой получается образ клоуна. Благодаря гранту Playrix у нас есть проработанный сценарий. Репетиции мы проводим с театральным режиссером. Наш спектакль называется «Удачная рыбалка». Про человека, который, несмотря на все трудности, добивается своей цели. Этим мы хотим показать деткам, что, несмотря на все невзгоды, они обязательно выздоровеют, и все у них будет отлично. Мы очень надеемся, что в скором времени сможем попасть в областную больницу, и юные зрители смогут поучаствовать в нашем спектакле. Мы все семьи поддерживаем благотворительный фонд «ЛИА». Фонд занимается поддержкой детей с онко- и гематологическими заболеваниями. Одна из наиболее острых проблем сейчас для фонда — это непопулярность донорства костного мозга. На самом деле все просто. Многие просто не знают, что для того, чтобы стать донором, достаточно прийти в медлабораторию, заполнить простую анкету, сдать 6 мл крови, и все — вывнесены в реестр доноров костного мозга. К сожалению, об этом многие не знают. Поэтому мы с коллегами решили подготовить видеопроект, который поможет нам снять просветительские ролики и популяризовать историю донорства костного мозга. Это будут истории подопечных благотворительного фонда, это будут ролики с интервью представителями медлаборатории, а также мы решили снять историю, почему я решил стать донором костного мозга. Я уверен, что эти ролики помогут популяризовать донорство костного мозга, а детям и подопечным фонда дадут шанс на выздоровление. Я познакомилась с усадьбой Спаской Куркино незадолго до прихода в Клейрикс и сразу обратила внимание, что усадебный комплекс не восстанавливался с начала 20 века, он пришел уже в упадок. Когда мы стали узнавать про историю усадьбы, мы познакомились с ее хранителем Николаем Федоровичем Сайкиным и обратили внимание, что он очень похож на нашего Остина из Homescapes и Gardenscapes. Он, проходя различные бюрократические уровни, получал гранты, работал с фондами и тем самым начал восстанавливать усадебный дом и усадебный парк. В рамках нашего благотворительного проекта мы планируем открытие Мастерской переплетного дела в Синах усадьбы и Музея книжной миниатюры. По проекту, по мастерской уже закуплено оборудование, различные переплетчики, брошировщики и вся техника, которая необходима для производства книг. По Музее книжной миниатюры мы собираем сейчас экспозицию, готовим мебель. Сами же экспонаты нам подарит местный житель, энтузиаст, коллекционер, который собирал эти книжные миниатюры в течение всей своей жизни. Я уверена, что мастерская переплетного дела и музей книжной миниатюры привлекут еще больше туристов, энтузиастов, благотворителей для восстановления усадьбы. И усадебный дом и усадебный парк будут восстановлены. Невероятно круто видеть, как благодаря грантам Playrix сразу столько маленьких инициатив стали большими благотворительными проектами. Например, в Москве для центра Собиратор была создана целая экологическая выставка с элементами рециклинга. В Вологде ребята запустили школу для обучения пенсионеров, где они могут получить необходимые навыки для работы в качестве нянь и сиделок. Еще один наш Вологодский проект сделал выездной летний лагерь для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В Петербурге благотворительный грант помог организовать кофе-зону местному инклюзивному кафе, где работают люди с особенностями ментального развития. А Воронежскому фонду грант помог запустить проект «Выжить без мамы». Теперь к детям, которые остались в больницах без опеки родителей, приходят две чудесные мамочки. Теперь мы точно знаем, что объединив стремление нескольких энтузиастов и возможности большой компании, мы можем получить 10 разных, но очень важных благотворительных проектов. Компании становится все больше благотворительных активностей, и я уверена, что конкурс благотворительных грантов станет хорошей традицией и частью уникальной культуры Playrix. Субтитры создавал DimaTorzok